В детстве мы играли вот такие вот телефоны. Вот этот законопроект категории Г. Как это будет работать? Предлагаемым авторами законопроекте предлагается создание Центра информационных угроз, который будет создан на базе Роскомнадзора. И если происходит какая-то нештатная ситуация, то брать на себя, соответственно, управление информационными потоками внутри Российской Федерации. Такая самая безопасная система связи была. Я хотел авторам законопроекта это подарить. Но когда я посмотрел, какие законопроекты в нашей стране принимаются... Законопроекты в Госдуме, да, они бывают, ну, как бы, четырех категорий. Первая, ну, знаете как, А, Б, В, Г. Вот первая категория это, ах, какой хороший законопроект, да. Вторая, там, Б категория, более-менее законопроект. Третья, В, вредный законопроект. Вот этот законопроект категории Г. В перспективе, наверное, нам всем это все пригодится. Почему? Потому что, скорее всего, в России останется человек 100, которые будут иметь право общаться по сотовым телефонам и через интернет. А когда пытаются люди закрутить гайки и пытаются, чтобы не было брожения, вот такими болтами закрутить бочку, крышку, чтобы те брожения, которые внутри происходят, к чему это все приводит? Это приводит к взрыву. Хотелось бы, чтобы комитет привлек к обсуждению законопроекта при доработке его во втором чтении экспертов, причем высококлассных. Изучите те замечания, которые звучат. Вот этот законопроект категории Г. Речь идет о законопроекте, который должен обеспечить безопасность и устойчивое функционирование сети интернет. Поэтому, когда у людей есть возможность через интернет выплескивать свои эмоции, а у власти есть возможность через интернет их слышать... Спасибо, да, Александр Николаевич. Гаджет свой заберите. Продолжение следует...